Да, кстати, вы заметили, что я-то перед ней извинилась, а она передо мной нет. Должность не позволяет. Да. Может, извинилась, я не помню. В горячах запуталась. Но буду пересматривать видео, посмотрю, монтировать. Видите, чего у меня удержалась? Сумма небольшая у вас долго. Да, она была оплачена сразу, как было вынесено это постановление. Ну, так она, пусть это, Воробьёва-то. А почему Воробьёва? Не Воробьёва, Павлова. Павлова не было. Приговор этот или как оно там было, вынесено постановление в четверг, подождите. Было сделано в четверг. Зашла в госуслуги, ну, туда пришло это всё дело. Зашла в госуслуги, оплатить это ничего не смогла, потому что не было там квитанции. Приехала на следующий день сюда, в понедельник. Не было в Павловой на месте. Была вот девушка, вот, Воробьёва. Она мне дала чек. Я его тут же, да, я его тут же оплатила. Тут же в госуслугах буквально через час появилась информация, что я оплатила. В понедельник мне приходит задним числом, вынесенное задним числом. То есть 12-го числа она выносит это как постановление, да, предупреждение, чтобы я оплатила в нужный срок. И 12-го числа, только вчера пришло мне это письмо, мне арестовывают все счета. И арестовывают не русские счета, а долларовые. Я вижу. Такая это, если вы заплатили на наш депозитный счёт, и счёт арестовали, значит, деньги должны поступить, они поступили к нам или ещё нет? Откуда я знаю? Я чек предоставила об оплате. Ну, так а там, вы же оплатили не в счёт русского стандарта, не на их счёт, она наш депозитный. То есть деньги по-любому придут к нам. Как только деньги придут, она у вас... Нет, на каком основании она мне арестовывает, я всё оплатила. Она пишет, что я не выполнила требования в течение пяти дней, как установлено там. Это на тысячу, на одну, что ли, у вас? Я не знаю, насколько там тысяч, у меня не было состояния читать. Я полночи ездила и снимала, и потеряла десять тысяч с этого долларового счёта. Она требует банка конвертировать валюту, чтобы ей... Почему она не тронула здешний банк, русский? Нет, не могу сказать. И вообще, почему она это трогала? Ну, потому что право есть такое у преступления. Какое право? Она может наложить на... Она не имеет этого права делать, потому что я оплатила. Вот так вылезла его. Почему она его выносит? У меня всё оплачено. Ну, деньги-то ещё пока не поступили на наш депозитный счёт. Возможно, она не передала ей та, что вы оплатили. Вы же ей принесли квитанцию банку. Нет, во-первых, меня никто не предупреждал. Если бы мне с госуслугов не пришло вот это письмо... Вот это и есть предупреждение. Да, это и есть предупреждение, да? А значит, её не учили заходить в эти же госуслуги и проверять, оплатил человек или нет. Какие? У каждого госуслуги личные. Вот у вас госуслуги, у меня личные, у неё также личные. Она не может за вас просмотреть. Сейчас-то деньги у Павловой были. Деньги сейчас должны поступить, и она отменяет все постановления. Я не стала разбираться дальше. Я даже пришла и объяснила этой Воробьёвой. Это какой-то долг пришёл 13-летней давности за какой-то телефон. Я позвонила в банк, сказала, что у меня нет долгов, у меня всё оплачено, у меня нету долгов. А вот это вот что такое? А это 100 рублей, потому что не хватало с этой суммой. И в банке мне сказали, зайдите на наш сайт и оплатите недостающую сумму, потому что приставом отправляли целиковую сумму. 7 тысяч, вот там написано 6 тысяч с чем-то, да? А здесь Райфайзенбанк-то у вас. Это Райфайзенбанк, это она мне арестовала его. Печатная. Да, конечно. Это она мне его арестовала. Да, арестовала. Да. А вы расплачивали стоимость стандарта, что ли? Я в русском стандарте заплатила 100 рублей, которая недоставала сумму. У вас сейчас-то в чём вопрос? В чём вопрос снять арест со всех моих карт? Тем более с Райфайзенбанком. Вы сходите к ней, поступили денежные средства? Она всё отменит. Я вам говорю, пока деньги не поступили на ваш... А у вас есть квитанция, осталась она у вас? Какая? Которую вы показывали, приносили Воробьёвой, что вы оплатили по квитанции, которую... Я присылала со Сбербанка онлайн Воробьёвой эту квитанцию. А, то есть вы не через кассу, а онлайн оплачивали? У меня даже в СМС всё сохранённое. Ой, надо вот это вот. Ну, это просто... Я ещё пришла в Воробьёвой и сказала, я не буду разбираться с этим русским стандартом. Вынесли они там чего-то. Не оплатила я там чего-то 13 лет назад. Бог с ними, я хочу жить спокойно. У меня нет времени бегать и разбираться, судиться тем более. Вот, чек тут же. Вот я была у Воробьёвой и тут же вышла из кабинета, оплатила, ей отправила. Она всё просмотрела. А вы оплачивали... Вот отсылали-то ей от кого? Это... На... Куда? На наш... На нашу электронку? Нет, мне она дала вот номер телефона. Личный. Это я думаю, что её номер телефона. Воробьёвый, да? Просмотреть контакт. Вот. Пристав. Наверное... Ну, это я уже подписала пристав, чтобы... Я поняла, наверное, это её личный. Этой Воробьёвой. Да. Значит, одна другой не сообщила, будем так говорить. Но с другой стороны, ещё пока деньги не поступили. Мне что делать? Мне ребёнку за учёбу платить. Вы сходите... До пятницы. Вы обратитесь к вашему приставу. А у меня арестованы счета. К Павловой. И скажите, я оплачивала эту сумму. Посмотрите, она пришла. Вы её видите, эти денежные средства? Вы, Фанна, я всю ночь сегодня на таблетках. Я с давлением. За что? Она должна вам всё решить. Вопрос-то она должна решить. Никак не я. Я понимаю, что вам вообще плевать на здоровье людей и на всё такое прочее, и на все эти долги. Но дело в том, что я специально всё оплатила. Я даже позазвонилась с русским стандартом. Всё уточнила. Сумма не совпадает ваша и русского стандарта. То есть вот 100 рублей была разница. Это вчерашнее мне пришло. А вот ранее, вот её, вот русский стандарт мне вынес вот эту сумму, сказал. Вот такая сумма должна была быть. В документах у вас стоит на 100 рублей меньше. Я говорю, что мне делать с этими 100 рублями теперь? Интересно. Ну вот такая сумма была. Ну вот пришла такая сумма, да. И в русском стандарте мне сказали, зайдите на наш сайт и 100 рублей доплатите. Это они вас попросили. Но по листу-то вот только вот эта сумма, 6,900. Я её оплатила. Вот она. Хорошо, вот вы обратитесь к приставу. Я её оплатила сразу, как всё это пришло. Вот даже для себя записала, что это. Я поняла, вы оплатили это, с телефона онлайн оплатили. Да, вот он, чек, я его распечатала. Я всё поняла. Вот с этим вы подойдите к приставу. Когда вы оплачивали-то? В пятницу. 13-го января. Ну у нас деньги-то через казначейство. Я не могу сказать, как они направляют. Когда? Через какой срок? С этим вопросом вам нужно только к ней. Нет, ну раз в госуслугах появилось через 2 часа, значит и у вас они должны появиться быстро. Ну какие интересные все. Ну у нас деньги поступают через Бирбан, через казначейство. Это же не всё так быстро. Я понимаю. Ну вот она арестовала долларовый счёт. Я не трогала эти деньги, специально хранила, чтобы этот доллар туда-сюда прыгает. Вам нужно всё... Почему она тронула ту карту? Ну арестовывала бы русские счета. Вам нужно обратиться к Павловой. Пришли деньги, пусть имит она... Покажите ей квитанцию, чтобы вы оплачивали. Почему? Вот почему вот эти сферы не работают? Почему? Какие сферы? Во-первых, её в пятницу не было на работе. Сегодня с утра её... Но на сферных действиях было, почему её не было? Нет, она по семейным обстоятельствам отпросилась, так мне сообщили. Я не могу сказать. Сегодня опять её нету. Как её нету? С утра её не было. Будет после обеда. Все на месте. Ну я же не придумываю, я не просто так. Не могу сказать. Вам нужно туда спуститься, всё решать с приставом. А это возможно вообще что-то решать с этим приставом? Да, возможно. Она выносит постановление. Дементьева. Ваша фамилия? Дементьева. А вы у нас не двойником выступаете? Я не знаю. Какая другая? Какая другая? У меня нет другой фамилии. Нету другой фамилии? Нет. Нет? Прям Дементьева, Дементьева? Прям Дементьева, Дементьева. Павловой здесь, идите, сходите к ней. Конечно. Просто, ну почему она тронула мои эти карты? Почему не российские? Вот Сбербанк бы арестовала и всё. Вы, Любовь Ивановна, ты... Я Любовь Ивановну люблю потому что. Это был лучший судебный пристав. Вот, ушла. Ну а потому что это на самом деле человек, который работал и разбирался. Вы ничего не списали, там стоит минус теперь у меня на той карте. У меня не сегодня-завтра, туда придёт ещё сумма. Там она не списка. Вам задолженность, на какой-то стандарт у вас снялась. Да. Стоит девять, стоит треть, не стоит копей. Что там снялась? То, что заплатили. На каком основании снялась? У вас имеется задолженность. У меня нет никакой задолженности. Она оплачена в пятницу. Чек. Сейчас тебе покажу. Вас не было в пятницу. Я не виновата то, что вы не работаете в рабочие дни. Там девушка поносила, так верно всё. То есть, налез на карте был. Если вам что-то списалось, нужно будет обратно вернуть. Мне надо разблокировать все мои счета, и чтобы у меня долларовый счёт не трогали. У меня есть русские счета. Арестовуйте их. Если вам так надо уж. Нет, вы залезли в долларовый счёт. Мне эта карта доставала с кровью и потом. И деньги эти также зарабатываются. А если мне банк теперь откажет в ихних услугах, что мне делать? По вашей вине. По вашей вине. Я задолженность. Иначе что-то такое. Это задолженность. Я с русским стандартом разбираться не стала. Я пришла, вот девушке даже объяснила. Я не хочу проблем. Я хочу жить спокойно, потому что у меня ребёнок учится. Мне её выучить. Сейчас, обещаю. Сейчас последним селом. Потому что списалось, вам обратно все повернуло. Арестовым сейчас снимали. Нет, арест я снимаю. Когда вы? Вот сегодня, если у вас. Там что-то приходило ещё. Деньги вот пришли. Всё, деньги пришли. Не знаю. Счёт. А, ну вот. Ну, это потому что в пятницу пришли. Я в пятницу оплачивала. Всё, они пришли. Все остальные счета у меня просто арестованы. А остальные не арестованы. У вас только был Райфайзенбанк арестован. А мне важен в этой жизни Райфайзенбанк долбаный. Ну, всё, он всё снял. Всё отмена. Деньги у вас сняли с карты или нет? Ничего у меня там не сняли. Потому что я их сняла. Я за этим сниманием, я не хотела их снимать. Я ждала, когда доллар поднимется. А если бы вы сняли в долларах, вы бы мне ту сумму не вернули, какую бы сняли. Сегодня, я думаю, что у вас предложение есть по Райфайзенбанке? Всё у меня есть. Там будет, наверное, стоять то, что не минус никакой. Просто вы мне объясните, каким образом вы арестовываете мои счета... Подождите, задним числом. У вас карта была арестована за двенадцатым числом. Задним, вот. Двенадцатым числом, да. Двенадцатого числа мне пришло на госуслуги то, что я должна. И двенадцатым же числом, не дав мне никакой возможности на оплату, получается, да, по-вашему, вы мне тут же арестовываете счета. То есть одной рукой вы предупреждаете, второй рукой вы арестовываете. Так получается? У вас главное ошибки в базе, потому что вообще у нас база выдает то, что счёт у должника есть, его нужно арестовать. Понимаете, я всю ночь на табли... Я понимаю, что вам это неинтересно. У нас орган при наличии в исполнении, это правило, понимаете? Я оплатила. Если бы я не оплатила, я бы не пришла к вам. Я вчера девушку вашу, коллегу, побеспокоила везде, и на WhatsApp, и везде, и всюду ей писала. Она, наверное, пожалела, что дала мне свой номер. Нет, это ничего страшного. Во-первых, с банком русский стандарт не совпадает сумма. Я эту сумму доплачивала отдельно сам банк русский стандарт. Я не стала с ними разбираться. Я понимаю, я вообще не знаю, куда она взялась, это за должность. Вы не переживаете, у вас арест карты сейчас снимется. Вы не переживаете. Потому что там у вас, по славу богу, что ничего, даже она не списалась. Она и не списалась, потому что я рискнула и сняла их в той сумме, в которой получилось. Вы не представляете, вам легко говорить в этих органах работки. Вы не представляете, как это все сложно. Я знаю, что вас это не касается. Но просто надо выполнять свою работу честно и правильно. Раздается пять дней на этот срок. Выдержите эти пять дней. Вы что тут же арестовываете-то? Я понимаю, ну, как-то можно вот это вот решать-то по-другому. Ну, я не знаю, проверять счета. Ведь в госуслугах тут же появилась информация буквально через два часа, что я оплатила. Смотрите, вот у меня следовательный приказ. На монету я все и арестовала. То есть у вас закон с 1 июня до 10-го, до 10-го, до 10-го, до 10-го. Я им объяснила. Они мне даже присылали на электронную почту все мои подписи. Я говорю, ну, все это, чтобы теперь сверить, я это была или не я, это надо какие-то экспертизы. Я не хочу этого ничего. Я просто оплачу и буду жить спокойно. Мне надо сделать, что у меня сняты все аресты тоже. Потому что ваши аресты теперь коснись куда-то через полгода, а он будет там висеть. Я просто помню, был тоже инцидент с малюсенькой суммой. Я не могла машину продать. И бегала. А здесь никого не найдешь никогда. То одной нет, то второй нет. У нас работа не заключается. Мы не находимся сюда с предметом. Я не говорю, что... У нас также есть аресты квартир, машин, транспорт. Они же у нас не вот здесь стоят. У нас участки. Тунда, юрное Серховское поселение. Нужно до Серхова доехать. Думаете, у нас машины все около нашей работы стоят? Да, законным гражданинам тоже тяжело жить на этом свете, оказывается. Потому что сотрудники данных организаций просто не проверяют мне информацию. Во-первых, там даже адрес не совпадает. Я уже по этому адресу не проживаю много лет. Я так просто благодарю данные. Когда вы были там прописаны, наверное, на момент заключения договора, у вас был тот адрес, да? Все хорошо было. Я не знаю. Я все, что заключала, я все погасила. Это включать поставлю сейчас? Ну, предоставить им чеки, которые они попросили, я не могу. Во-первых, чеки все через год уже сгорают, и на них ничего не видно. Это раз. Во-вторых, прошло уже 13 лет. Прошло уже 13 лет. 13. Не 3 года, а 13. И как раз 13 лет назад у меня сгорела квартира. И все, что у меня было, все осталось там. При всем большом желании они бы не сохранились, если бы я и хотела их хранить. Но если хранить 13 лет все бумажки, можно жить как на помойке. И все, что у меня есть. просто человек если бы выполнял свою работу вот этого бы сейчас не было видать нет ой да что для вас стоит найти счета а вот увидеть оплату она не увидела она пришла сегодня правильно не поднимем бухгалтерию увидим когда пришла моя плата они сейчас они ранее пришли я могу поднять сейчас бухгалтерию запросите документы когда они пришли когда пришли денежные средства от меня это постановление в отмене это судебно вам оплату мою не передавали чек вы успели арестовать вам так было проще нажать кнопочку почему 12 вы не скажите почему 2 на 12 числа мне присылаете оповещение о том что возбуждено на меня вот это дело о взыскании двенадцатого числа 12 я оплатила 13 я понимаю вот я вам еще раз привод 12 числа пришла шел один документ от вас на госуслуги и 12 же число и вот двенадцатом же число вы арестовываете у меня нет а где же ваш закон пять дней то тогда ну посчитайте 12 плюс 5 сколько вы вы должны 18 числа были арестовать мои карты но никак не двенадцатого вы меня простите но я буду писать жалобу высшестоящего органа я это так не оставлю я хотела спокойно жить но по-моему не получается вы даже не соизволили извиниться за свою непрофессионализм вы хотя бы извинились за то что вы принесли человеку так такие нервные так это ваша работа и отследить и отследить оплату было это ваша работа тем более я не скрывалась я тут же пришла это вас не было на рабочем месте понимаете это у вас были уважительные причины это у вас были уважительные а у меня вот их не было я все отложила и пришла вы не кричите на меня не кричите на меня я вас попросила мне объяснить почему вы мне не объяснили одной рукой одно даем второй рукой тут же забираем вы бы сняли и мне бы их не вернули он у вас закончился уже не кричу все уже решили спасибо дальше будут другие органы разбираться и я приятного аппетита обед жалобу где могу написать где образец или что-то как девочки откройте пожалуйста у вас не совпадают в документах и данные потом опять меня будете вызывать возьмите меня квитанцию еще одну я уйду отсюда 100 рублей нашлись которые на строчке сады кушайте на здоровье я не буду писать на вас жалобу я по сравнению с вами человек вот видите написано сумма 6 сток то и 200 рублей госпошлина вы там берете в документах с меня сколько 6 ну в общем вот 100 рублей разница которую русский стандарт когда я звонила потерял что не совпадали сумма вот я оплатила 100 рублей в русский стандарт дат ксерокопте для себя потому что потом вот эти 100 рублей у вас же и будет недостачь или как там не знаю просто чтобы нам больше с вами не встречаться я думаю так будет правильней приятного аппетита спасибо извините если я вас обидела ладно ради бога простить девочки до свидания вот так бывает я не знаю что вы поняли из-за всего этого разговора но это нервомотание привет из прошлого ну и неправильная работа судебных приставов даже недостающую сумму вы книг же документах я сейчас нашла я сейчас снесу кому-нибудь жопу точнее своей машиной жопой морду кому-то потому что я не в том состоянии чтобы залазить сейчас в узкий проезд сегодня дочка написала что мам нам завтра что ли дадут квитанции на оплату и надо будет оплатить ее учебу я законный гражданин заку точнее законопослушный гражданин который не нарушает никаких правил вот и скорее всего если бы там я не знаю нет ни сил ни желания вообще все это дело обсуждать пусть будет как оно должно было быть наверное я на самом деле потеряла вчера потому что у райфайзенбанка именно вчера был самый низкий наверное курс доллара и переводя вчера их в рубли снимая их в банкомате сбербанка потому что банк банкомат в котором можно было снять без процентов не работал ну вы понимаете да что если бы они списали деньги с этой долларовой карты у меня они бы ее списали сегодня утром то они вернулись бы ко мне вообще в мизерном количестве то есть списали бы 7000 почти да а пришли бы они ко мне потому что доллар туда сюда прыгает и в долларах бы они мне их точно не вернули они бы мне их вернули в рублях а зачем они мне в рублях если я держала там деньги в долларах ребенку на учебу специально такой нервяк у меня всю ночь во первых сначала когда в четверг пришла пришло это письмо ко мне на госуслуги вечером уже когда судебные приставы закрыты я не могла понять за что мне пришел вот этот долг по какому кредиту если я ничего не брала я с горем пополам взяла себя в руки дождалась утра позвонила сначала приставам вот ее коллега мне сказала что ее по семейным обстоятельствам нет на работе хорошо я позвонила ну и дело ее она не может найти потому что ну не она этим занимается шишиться у нее на столе она не имеет права и т.д. и т.п. я говорю она приходите в понедельник я говорю я понимаю в понедельник в понедельник пройдет пройдут те пять дней которые даны для добровольного ну для добровольной оплаты я не хочу никаких проблем поэтому я готова оплатить прямо сейчас эту сумму я уже перед этим как поехать к ним я уже позвонила в банк русский стандарт вот уточнила чё к чему зачем и почему откуда этот долг то есть в десятом году я брала в евросети телефон за который не оплатила по их документам во-первых не помню никакого телефона чтобы я брала ну возможно и забыла да за столько лет ну чтобы я была какому-то банку должна вот так вот этого нету сто двадцать процентов не сто даже процентов а сто двадцать процентов что этого нету я никогда не ну не остаюсь никому должна то есть я выплачиваю все вот банк русский стандарт сказал мне предоставить ему документы что я оплатила весь этот кредит как я его предоставлю спустя столько лет тринадцать лет да может я что-то сделала не так судебный пристав мне сказала подавайте в суд во-первых даже по истечению срока ну как бы уже срока давности уже 13 лет прошло они 10 даже да но они не имели права никуда на вас подавать ну якобы так я я ответил я не хочу я не хочу не судиться никуда подавать я хочу жить спокойно я просто хочу жить спокойно вот и все чтобы меня никто не трогал дайте мне квитанцию потому что квитанции на госуслугах тоже не было вот была бы квитанции на госуслугах я бы произвела оплату еще в тот же день когда ну то есть вот двенадцать когда в четверг один 12 числа в четверг она вынесла этот приговор и ко мне пришло ну и вот в этот же бы день я оплатила сразу вот я оплатила здесь оказался ведь человеческий фактор да она была не права это пристав да она не выполнила свою работу да я могу пойти на нее пожаловаться но как только она сказала что ну у нее там были похороны поэтому она отпрашивалась я села посидела успокоилась и говорю ну в конце концов она тоже человек да бог с ними с этими деньгами которые там я потеряла переводя сейчас в ненужное время да просто не будем мотать друг другу нервы и пока сидела успокаивалась почитала документы и нашла вот эту разницу в которой она же опять ошиблась то есть банк вынес там одну сумму до 200 рублей госпошлина и еще но вот эти сто рублей которые разница была не совпадала с банком я ее нашла это опять вина была пристава я разговаривала на повышенных тонах ну и у нее нервы сдали она не должна была так со мной говорить я не должна была так с ней говорить но когда нервы на пределе да ты всю ночь сидишь и не знаешь что происходит когда ты видишь в своем этом личном кабинете да слово арест на твои счета и у меня стоит там минус 100 долларов ну потому что там нет денег и банк сделал минус 100 долларов почему не арестовала русские счета ты зачем замахнулась туда куда тебя вообще не просили но она вот знаете она хлопала своими глазами и видать делала все это на автомате не знаю возможно и нету им оправданий да это их работа но она же человек она просто человек она сделала везде отмену никогда бы не думала что мне придется да ладно пойду домой пить чай кофе успокаивает свои нервы рука моя отнимается потому что в пятницу с четверга на пятницу ночь я переживала нервничала не знала что это такое ну для кого то может 7000 это ветер а для меня это ну я купила мартюши много мяса на эти денег лучше да а вы еще мне вчера пишите выглядишь хорошо да где тут будешь выглядеть хорошо на нервах столько дней я вообще не хотела вам все это рассказывать говорю зачем вам это надо но хотела показать как работают наши судебные приставы никак просто нажимают на кнопочки так же как и все власти наверное просто сидят за компьютером и нажимают на кнопочки она говорит работает она же арестовала блин а арестовать для вас да проще простого вообще спасибо 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 спасибо